Рядовому полицейскому будем платить в месяц 400 тысяч тенге, плюс мы решаем вопросы по жилью. Если человек работает, у него есть семья, то доплата будет таким образом производиться, чтобы компенсировать расходы на аренду жилья. Плюс еще программа по получению жилья. Очень выгодные условия, мы там напишем, опубликуем. Теперь высший командный состав будет получать, например, лейтенант будет получать приблизительно 800 тысяч тенге. Лейтенант 800 тысяч тенге, вопрос жилья, соцстрахования, а более высокий командный состав будет получать порядка от миллиона тенге до 2-3 миллионов тенге. Вы думаете, ну зачем человеку заниматься коррупционной деятельностью, нарушать закон, слышать, что ты хоробет, мент проклятый, мусор и так далее, когда он может достойно стартовую зарплату получать от 400 тысяч тенге. Вот понимаете, какой уровень оплаты труда будет? Поэтому это все приведет к тому, что в органы правоохранительные будут приходить достойные люди, которые будут действительно работать на страну, им не будет необходимость заниматься коррупционной деятельностью. И там туда придут действительно те люди, которые будут стоять на страже закона. Не так, чтобы мы их уничтожали, говорили мусора, они такие козлы, они никогда не станут хорошими, если мы не создадим условия. Они должны дорожить рабочим местом. Мы поднимем заработные платы, решим вопрос с жильем, при том это сразу. Понимаете, у государства эти возможности есть сейчас, немедленно.